Вот так вот выглядел автобус, на котором мы ехали из аэропорта Шарджа в Дубай. Естественно, на лобовом стекле был логотип туроператора, с которым мы летели на отдых. Также был порядковый номер автобуса, чтобы туристы могли найти свой автобус, именно на котором они будут ехать в свою гостиницу. Автобус имел вполне нормальный вид. Сидения обычные, туристические, естественно, спинки откидывались. Обязательно, естественно, в автобусе работал кондиционер. И даже были разъемы для того, чтобы туристы могли подключить свои гаджеты и во время трансфера могли подзарядить их. Но в этого автобуса был один существенный недостаток, о котором вы узнаете дальше в этом видео. Друзья, по местному времени 18.47, мы уже выезжаем из аэропорта Шарджи по направлению в Дубай. Вот мы и посмотрим, сколько времени займет трансфер от аэропорта Шарджи до гостиниц Дубай. Ну, непосредственно, как бы, к нашей гостинице, в которой мы едем, к Вингхэм Марина Дубай. Как вы видите, за окном уже темно, поэтому съемку вести не буду. Я думаю, на обратном пути, когда будет цветков, что-то вам сниму по пути. А так уже мы увидимся непосредственно в самой гостинице. Ну, и я вам расскажу, сколько же по времени составил у нас трансфер. Друзья, уже едем около двух часов, значит, на часах 20.55. И мы въехали в район Аль-Бар. Это район один из более выгодных по соотношению стоимости отдыха в гостиницах и расположения. Потому что есть здесь Мул Эмирейтс, и рядышком очень удобно расположена станция метро, на которой легко можно доехать до Дубай-Марины, можно доехать до Бар-Дубай. И там уже посетить непосредственно самые интересные достопримечательности Дубая. Два часа составила дорога до Аль-Бар. В чем причина? Причина в том, что мы в районе Бур-Дубая попали в небольшую пробку. Наверное, где-то полчаса мы простояли в этой пробке. Потом мы нарезали несколько кругов вокруг даунтауна, когда завозили одних из туристов, которые выбрали гостиницу в даунтауне. Не знаю, что у них, почему они решили так выбрать. Надеюсь, они не связывают свой отдых с пляжным отдыхом, потому что там очень неудобно добираться на пляж. В общем, если туристы захотят на пляж ездить, то будут ездить. Так как мы ехали, условно говоря, из аэропорта до даунтауна. Поэтому там не рекомендую рассматривать гостиницы для пляжного отдыха. Но если вы фанат достопримечательностей, которые находятся в даунтауне, то есть Бурж-Халифа, Пающие фонтаны и многие другие, то, естественно, как бы это будет один из лучших вариантов, но за исключением пляжного отдыха. Друзья, на часах 21.05, то есть мы от Аль-Барши доехали до Дубай-Марины всего лишь за 10 минут, уже высадили первых туристов в Marina View гостиница. Ну и дальше посмотрим, сколько идет еще гостиниц до нашей гостиницы. Ну и в целом, конечно, могут быть еще и после нашей гостиницы. И туристов, поэтому пока что длительность трансфера на данный момент составляет 2 часа 18 минут с учетом пробок. Наши чемоданы, а что ты сказал? Да, стой. Не, давай, пожалуйста. Друзья, вы заканываете индивидуальный транспорт. Мы брали группу, вас никто не заставлял, что брать группу. Там он по пути был, там он по пути был. А то сейчас вы не можете, берите сутки, смотрите, там по фамилине. Друзья, 21.30 приехали мы в гостиницу Винхам Дубай-Марина. Значит, по времени трансфер занял, получается, 2 часа 48 минут с учетом пробок и грушляний по центру. Небольшой ветерок. В общем, сейчас будем уже идти на reception, проводить регистрацию и непосредственно осматривать номер. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова